Работа водителей мусоровозов и грузчиков на контейнерных площадках начинается с 6 утра. На линии по своим маршрутам из Саха выходят 70 машин. Каждая из них в среднем может собрать порядка 25 тонн мусора. С контейнерной площадки собирают всё, кроме автомобильных покрышек. Вывоз шин – отдельная услуга, оплачивать которую должны и хозяева. Тем более, что в Арданее есть предприятие, готовое взять резину на утилизацию. В тариф не входит и строительный мусор. Спецавтохозяйство, согласно договору, занимается вывозом только твёрдых бытовых отходов. Тем не менее, чтобы очистить город, сотрудники предприятия и его грузят в мусоровозы. Каждый день у нас мусора много, работы много. Убираем 5-6 улиц, возим тонн по 15. Это сейчас. А летом будет от того и больше. Тонн 20, а то и больше. Работы хватает. Ежедневно с городских улиц собирают порядка 500 тонн мусора, а привозят теперь его сюда, на площадку бывшего завода строительных материалов. С 1 марта мусоросортировочный завод исключён из системы утилизации отходов. Связано это с тем, что руководители завода на протяжении года не выполняли свои прямые обязательства по вывозу мусора. При этом тарифы за свои услуги сделали самыми высокими в регионе. Население деньги платило, а мусор скапливался. Как на транспортное, так и на этом месте. Ещё в прошлом году местные арендаторы занимались здесь складированием твёрдых коммунальных отходов. Жители не знали, куда деваться от зловодного запаха. Ситуацию в свои руки взяли власти города, обратились в прокуратуру, которая, в свою очередь, передала дело в суд. Сейчас картина на площадке ЗСМ иная. Нет ни запаха, ни какой-то там стихийной кучи, как было там на транспортных. Мусор собран из города. Это порядка 500 тонн. Ежедневно собирается, складывается на вот эту площадку на нашу, перегружается в большегрузный автомобиль и вывозится на полигоны Краснодарского края. При этом основное требование – вывозиться ровно столько, сколько завезли в этот день. В Сочи действует генеральный план «Ноль отходов» и своих полигонов нет. Этого добивались жители несколько лет, поэтому весь мусор на тоннарах вывозится из города ночью. Кузов большегрузов накрывают специальной пленкой. Такая схема работы позволит со временем снизить тарифы на услуги САХА. Эта площадка временная. Уже к 1 мая будет объявлен конкурс по выбору единого регионального оператора. Он объединит Сочи, Туапсинский, Абширонский и Белореченский район. Кроме того, в этом году по федеральной программе, в которую Сочи вошел наряду с Казанией и Подмосковьем, начнется строительство современного и экологически чистого мусорного комбината, у которого на верхнем этаже есть даже ресторан. Такие заводы стоят в центре Вены и Лондона. Где он расположится на курорте, пока точно неизвестно. С местом определятся с учетом мнения экологов и архитекторов.